В царствовании римского императора Клавдия II первым сановником государства был Кенсарин. Однажды по доносу он был схвачен и брошен в темницу за веру в Иисуса Христа. Но вера его была так сильна, и совершенно не страшны ему были никакие предстоящие муки. А потому Кенсарин, дабы узрели язычники силу Господа его, воскресил умершего в темнице. Видели это чудо 20 темничных стражей, и пораженные они уверовали во Христа. Вместе со святым Кенсарином они все были обезглавлены по приказу императора. А на допрос уже привели новую невинную христианку – девицу Хрисию. И ее пытались заставить отречься от Христа. Но дева твердо и мужественно исповедовала свою веру. Даже зверские истязания не поколебали ее, и тогда святую мученицу утопили в море. Повсеместно римские язычники мучили и других христиан. Святого Савина долго избивали и жгли огнем. В истязаниях он предал Господу свою душу, но так и не отрекся от него. А в то время епископ Остии святой Ипполит узнал о страданиях мучеников. И несмотря на свои преклонные лета, отправился к судье. И там обличил мучителя в бесчеловечности, назвав его кровопийцей. Судья не побоялся предать известного христианского богослова на мучения. После страшных пыток святого Ипполита утопили в море. Все святые мученики пострадали за Христа в 269 году. И сегодня, 12 февраля, почтим на память этих мужественных христовых исповедников. Священномученика Ипполита, мучеников Кенсарина, Савина, Хрисии Девы и других 20 мучеников. Священномученику Продолжение следует...